Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, ну а перед вами легендарная рубрика разоблачения фейков PUBG Mobile. В этой рубрике мы с напарником проверяем и разоблачаем интересные, странные и подозрительные видосы по PUBG Mobile со всего интернета. А главное пытаемся понять, фейковый ролик перед нами или же нет. Сегодня будет сочный и насыщенный выпуск из четырех видосов. Так что заранее устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек и как всегда небольшая просьба к вам. Напишите под этим роликом любой комментарий в поддержку канала и отправьте его другу PUBG. Буду вам очень благодарен, ведь это хорошо продвигает ролики. А мы начинаем. В отличие от моих UC, рулеток в PUBG всегда в изобилии. Если вы хотите их покрутить, не спешите покупать UC в игре. Ведь пополнить UC в игре все поможет сервис Качешоп. И это не просто дешевая и безопасная платформа для покупки валюты. Качешоп официально рекомендуют сами разработчики мобильного PUBG. Если раньше мы покупали UC на сайте, то сейчас у Качешоп появилось свое приложение. И теперь покупать UC стало еще выгоднее. Все новые пользователи получают скидку 10%, которая распространяется на все игры, включая PUBG Mobile. А чтобы купить UC, регистрируемся или логинимся удобным способом и выбираем, сколько нам нужно UC. Например, 60 UC будет стоить всего 74 рубля 86 копеек. 325 UC 374 рубля 30 копеек, а 660 UC обойдутся в 748 рубля 67 копеек. Чем больше UC вы покупаете, тем они выгоднее, тем больше вам дают в подарок. Например, тут в подарок дается целая четверть. Итак, для наглядности, покупаем 60 UC и получаем такой вот код. Теперь по инструкции заходим на Midas и вставляем туда свой ID PUBG Mobile, который можно найти вот здесь. А ниже вставляем тот самый код, который мы купили. И готово, UC моментально у вас на аккаунте. Так что скачивайте приложение Качешоп на свой телефон и забирайте скидочные купоны. Сэкономить еще 2% при оплате поможет KeyWallet. А также приглашая друзей в Качешоп можно получить до 1500 рублей. А еще рекомендую подписаться на официальную группу Качешоп ВКонтакте. Там частенько выкладывают купоны и акции. Ссылочка на Качешоп уже в описании, рекомендую покупать UC именно там по самым лучшим ценам. А мы продолжаем. В первом видео на сегодня обойдет очень странный видос из мастерской PUBG Mobile с 2 миллионами просмотров. А вот что именно там вызывало вопрос и почему под роликом призывают нас, я предлагаю посмотреть с напарником и узнать. А затем, конечно же, проверить. Субтитры сделал DimaTorzok Это у нас опять прикол с картой. Так нам опять сейчас скажут, что надо было там определенную секунду, миллисекунду, час, время, потеха, там вот это все. Он просто, значит, оббегает, тупо ныряет, значит, вниз и в воде уже доходит до финиша. Пока там лошпеки проходят трассу. Услышал, услышал. Тут, я думаю, мы не узнаем правды, пока лично не попробуем, не пощупаем. Да. Опять по одинам рекламу карты втюхивают. Я не знаю вообще, ребята, Илья, каждый выпуск ведется на вот этот лохотрон, это знаешь? Я вообще ведомый на такие вещи. Ладно, поехали. А, ну вон я вижу тот автомат, он присутствует как бы в игре. Это было уже в момент этой, в момент игры именно, да, не разминка там и всего. Ну конечно, конечно, сейчас мы подождем, там, смотрите, это там карта внизу. Ребят, напишите, нам стоит вернуть рубрику с прохождением карт или нет? Тут столько карт поднабавляли всяких классных. Мне кажется, этот, руки чешутся. Да, да, вот, например, вот это, да. Например, вот это, да. Тут нормально так напсиховаться можно, судя по карте. Ну ладно. Так, я погнал, я погнал. Давай, я за тобой следом. Я погнал. Что, вот эти автоматики правильно? Ну да. Или другие? Вот эти, вот эти, все правильно. А я перелетел, я перелетел. Как вот такое? Тут, значит, надо вот этот, о, это растение, тещин язык называется, кстати, ребят, интересный факт. Да, у меня есть такое. Это в школах растет. Илья, язык-то тещин, но и до сгавенки. Что, не цепляется он за забор? Нет, все, у него нету здесь коллизии, у этой пипки нету ничего, смотри, вот прыгаешь, прыгаешь, все. Слушай, так это, по-моему, тот же чел был. А как он это делает, он же не разработчик всех этих карт, как он их вот так вот обходит? А что, а вдруг? Или может он, типа, находит уязвимости в момент, когда карта только выходит или что? Давай я в другую, в эту локацию, подождите. Опа. Подождите. Подождите. Но все равно, ну типа ты не это, тут нет, тут нет прыжка в бездну. Так, а если прям по периметру обойти? Вот, я бегу по периметру просто с углом, типа, чтобы спрыгнуть, если что. А, тут, тут, меня скинуло. Тут, походу, по касательной как-то, проходит граница какая-то. Да, сюда прям хорошо запрыгивает на заборчик, а вот ты куда улетел? Я решил выходить. О! Так, прогресс есть. Я тут чуть вниз провалился, но тоже не могу это упасть до конца. А, нет, 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 я тоже туда проваливался, нет. А, я понял. А там подальше к тому углу тебя сейчас скинет просто. Так что, ребятки, здесь была передача, ну в смысле передача вечерний ургант, а у нас вечерний какиш. А если мы, допустим, пробуем бустануть друг друга? Как к тому можно отнестись? Ну, я не знаю, как ты хочешь бустануть. Попробуй вот на меня запрыгнуть, а я тоже в этот момент тебя забусь оттуда. Как будто нет. Нет, ты просто-просто слетаешь, да? Да, я не могу ничего сделать с этим. Так что что? Не хочется сдаваться так просто. Ну это лютый обман какой-то получается. Ну не хочешь сдаваться, поехали тогда прыгать, я полетел. Окей, а если, допустим, вот в ту воду упасть, которая вот внизу тут находится? Подождите, а куда надо прыгать-то? А, тут обман, я понял, тут воды-то внизу нет. А, нет, есть, кстати. Подожди, а что тут в принципе надо делать, я что-то не особо понимаю. Типа вниз просто пролететь? Ну карту проходить надо. Да. Нет, надо прыгнуть в бездну. А-а-а. Надо прыгнуть в бездну. И в бассейн попасть. В воду попал, да. А-а-а. Слушай, нифига себе. И таким образом, рубрика разоблачения фейков элегантно переходит в прохождение карты. Ей-богу, вообще, что за дичь. Ой. Давай не будем тянуть кота за резину. О, я прошел, Артем. Ты прошел? Я прошел. Поздравляю, все, на этом наша полномочия, все. Вот так тупо берешь и запрыгиваешь. И никаких багов не надо, и все. И тут карта, блин, на раз, два, три и четыре. И пять, и шесть. Понял. Все, короче, фейк это, ребят. Если вы эту карту будете играть, так по-хитрому пройти ее не получится. Ну, похоже, опять на рекламу карты повелись. Но нет, ребят, как-то схитрить и выйти за пределы карты у вас не получится. Ролик оказался фейком. Но, как выяснилось, ей пролететь по правилам тоже не очень-то и сложно. В общем, летим дальше. А вот второе видео залетело к нам в рубрику прямо по адресу, ведь происходящее там реально может шокировать. Оперативно отсматриваем и погнали проверять, работает такое или же нет. Значит, питомец уже у нас научился вызывать тиммейта назад через вышку. А теперь еще он умеет поднимать союзников. Прикинь, что? Что дают? Причем, смотри, там так сделано. Я прям вот сейчас 100% верю в этот видос. Я не могу даже докопаться, что это неправда. Сделано прям конфетка, если это сделано. Да, давай посмотрим. Но я ставлю, прям сразу в ходу ставлю, что это все монтаж. Шараж-монтаж это все. Хорошо, я тебя услышал. Ребятки, вот есть продакшн высокого уровня, типа там хорошие, именитые бренды, да? Алла Пугачева, например. А есть шараж-монтаж. Это вот кто Илья Осетинниксу видосы монтирует и вот такие фейки хлепает. Я сам их монтирую. В смысле? Вот поэтому, ребята, шараж-монтаж. Все, поехали. А когда ты монтировал, не было шараж-монтажа, да? Конечно, хуя себе, блядь. И че, и че, и че, и че. И че, и че, пошли тебя убивать будем. Меня точнее убивать. А, подожди-ка. А нам, наверное, еще нужен чел в команду? Почему? Нокнуться-то можно и типа из транспорта пиздануться. Нет, я имею в виду про свою механику, что она не активируется у тебя, если ты выпадешь. Ну, типа, я уже буду мертвый, а ты нокнешься и просто умрешь тогда. Ну, давай, ради интереса просто посмотрим. Да-да-да. Тогда ты ищи способ нокнуться, например, транспорт, а я пойду там к ребятам в замес поучаствую. Ну, ребята сейчас тебя вышли, штимарнут там и все. Вот, все. Ребята сработали как часы. Вот, стой, я активировал тиммейта. Все, нокайся теперь. Ну, сейчас я из тачки просто выйду и все. Ну, ты далеко уже уехал, поедите к ним поближе. А где? Я не вижу даже. Ты что увидишь, я тут бегу по дороге. По дороге летним днем, на-на-на-на-на-на-на. Ну, все, что, игра завершилась. Надо третьего тиммейта. Значит, смотри, теперь должно быть все по уму. Тебя мы сейчас нокаем. А хаешка есть какая-нибудь, типа, в ноги просто кинуть? Нет, ты давай нокнешь, ты ахаешка его держи. А я сейчас устрою себе этот пранк такой. Так, я взрываюсь через 2 секунды. Значит, сейчас я активирую себе челика. Написано, верните товарища. Да, товарищ нам не нужен, у нас есть питомец. Так, ты готов, Артем? Ты готов? Да, я вот он, да. Смотри, я подхожу. Прикинь, реально активируется. Да ладно? Да. Так, вон, Артем, течет, течет время. Вижу, вижу, вот, у меня тоже загорелось. Так, и все? И у нас чел активировано остался? Че, обалдеть, да ладно? Ой, ну, конечно, все это говно воняет опять, ребята. Это пизде, вот. Я от радости аж вот так сделаю. Это что, ребята? Это жир вообще. У меня ты просто сейчас в ногу выстрелил и упал от моего лица. У меня, я не знаю, ты видишь, нет, кинжал тут в воздухе висит. Ой, короче, ребят, все это дрист, это просто был качественный, ну, реально качественный монтаж. Я вот прифигел лично, как они тут наложили, прям молодцы. Питомец вам никак не поможет ни поднять вас, ни вызвать вас по радио в этого связи, в радиовышке. Так что рассчитывайте только на своих любимых тиммейтиков. А еще питомец, кстати, умеет сквозь двери проходить. Вот тебе раз. Однако и тут нас смогли обмануть. Хотя, согласитесь, ролик смонтирован очень профессионально. В смысле, не наш, а оригинальный. Но, к сожалению, это фейк. Питомец не сможет поднять ваших тиммейтов. Идем далее. А вот напоследок, заценим видос из YouTube Shorts, который там забрасывали прямо в комментарии. Без лишних слов, смотрим и отправляемся на проверочку. А, он типа хая по таймингу кидает. Да, тут такой очень хитрый трюк. Понял. Пока хая взрывается, он за окно и потом назад. Ну все, я понял, да. Что думаешь, рабочая тема? Да или да? Да или да. Я тебе скажу. То да. Я думаю, рабочая, но это прям так, на риски чё. Я думаю, тебя могут жестко нашить в этот момент. Обмануть могут. Могут жестко, жестко будет. Да, да. Давай посмотрим тогда. Давай, нажимай. Черт, ты готов? Смотри. Тут еще так хитро сделано, шминда, короче, и успеть будет это. Зацепиться назад. Потому что он иногда отпрыгивает далеко. Тяна будет, короче, так как-то сейчас сориентироваться, чтобы она, когда сюда прилетит, почти сразу взорвалась. Ну это по таймингу сейчас надо попасть. Да. Ну давай пробовать, чё. Три. Оп. Я понял. Не то немножко. Чуть-чуть можешь даже побольше. Её держать. Опа. Он кидает хаешку. Четыре. О нет. Три. Два. Поехала. Кстати, сейчас мне спину налетело. Оп. Опа. Опа. Кстати, реально сейчас ничего не надамажило. Да, прикинь. А дай-ка мне свои хаешки. Закрепить хочешь? Ну давай пару разочков ещё это. Давай. Побросимся. Давай, давай. Давай, что там враг задумал такое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, он не хаешку кидает ко мне в окно. Блядь. Опа. Ой-ой-ой. Вот тут если поздно, короче, делаешь, то тебя дамажит. Надо заранее прям выпрыгивать. Три. Летит. Да что ж по тебе, блядь. Короче. Это работает, как мы видели. Но, я думаю, в игре это вот, на практике, так сказать, это вот прям дрист полный будет. Потому что вас в этот момент, во-первых, вы можете отлететь, вот так вот, как я, криворукий, если вы. Но, скорее всего, у вас враг просто на счёт в этот момент. Что, я думаю, это проще простого сделать будет. Поэтому не фейк, но на практике это, я думаю, вообще не катит. Так что, де-факто, трюк с окном рабочий. Но вот на практике рекомендовать его точно не буду. А так, ролик не фейк. Ну, а на этом у меня сегодня всё. Такое получилось видео, если вам понравилось, было весело, интересно и, может быть, даже полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. А с вами был я, Илья Акисениакс и Артём Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.